С 7 часов утра доступ в офис интернет-портала Тутбай закрыт. Следователи проводят обыск в редакционных помещениях и бухгалтерии компании, изымают жесткие диски компьютеров. Аналогичная ситуация в редакции старейшего белорусского независимого агентства Белопан. Обыск, который длился около 8 часов, здесь проводили полтора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД в присутствии понятых. Поводом к возбуждению дела послужило сообщение государственного телеграфного агентства Белта о сбоях при передаче доступа к платной подписке. В результате совершенного преступления республиканскому унитарному предприятию причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании, защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. По подозрению в совершении преступления задержаны главный редактор Тутбай Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина, а также журналистка Белопан Татьяна Коровенкова. Впрочем, по словам председателя Белорусской ассоциации журналистов, задержанных на самом деле больше. Мы пока точно не знаем процессуального статуса задержанных, но уже сегодня как минимум 8 человек сейчас задержаны. Сколько из них вернутся после допросов, сколько нет, мы не знаем. Андрей Бастунец подверг критике действия властей, назвав их попыткой запугать независимых журналистов. По его словам, власти пытаются прикрыть давление на ведущие независимые СМИ экономическими мотивами. Это просто продолжение политики государства, полномерного взятия под контроль всего информационного пространства. Летом у нас были приняты поправки в закон о СМИ, которые, кстати, в первую очередь на интернет рассчитаны. Белорусская ассоциация журналистов и правовой центр «Весна» выпустили совместное заявление, в котором призвали немедленно освободить задержанных журналистов и позволить независимым СМИ вернуться к нормальной работе.